Иммунизация продолжается. Мы решили узнать у прохожих, какие вопросы у них есть у человека, который уже вакцинировался от коронавируса. Ответить на вопросы согласился декан высшей школы журналистики и медиакоммуникации Леонид Толчинский, который уже вакцинировался в университетской клинике Казанского федерального университета. Стало ли ему комфортнее от того, что он защищен? Тебе становится комфортнее, потому что ты теперь не делаешь поправку в общении с окружающим миром на то, что либо ты можешь получить какой-то негатив от этого мира в виде вот этого неприятного вируса, либо ты можешь стать источником болезни для окружающего тебя мира. В целом ты себя очень комфортно чувствуешь, потому что ты знаешь, что ни ты, ни для тебя никто смертельным источником опасности не является боли. Есть ли температура, может, здорово себя чувствует или как, или болеет? Самочувствие замечательное, температура нет, болеть не болею. Возможно, имелось в виду, была ли температура и ухудшалось ли самочувствие после прививки, после вакцинации, да, нет, не ухудшалось. У меня в этом смысле все было очень гладко, то есть мой организм с вакциной встретился абсолютно дружелюбно. Стоило ли оно того, наверное, вот. И, ну, скорее всего, что ощущал. И зачем оно это сделалось? Оно стоило того, потому что, когда ты год живешь в страхе, что можешь заболеть ты, могут заболеть твои близкие благодаря тебе, потому что ты принесешь в дом эту заразу. Или они тебе ее передадут. Перед тобой огромная ответственность, в том числе и за них. И вот этот страх надо когда-нибудь прекращать, да. Вакцинация – один из путей, одно из условий к тому, чтобы так случилось. Это прямой путь к внутренней свободе. Ты перестаешь бояться. Конечно, стоило того, чтобы вернуться к прежней жизни. Не страшно? Были времена, когда никто у родителей не спрашивал, надо или не надо сделать прививку. И работников не спрашивали работодатели. Это была просто необходимость, да. Ты приходил, тебе делали прививку и все. И ты дальше знал, что у тебя ни оспы, ни кори, ни чумы, ни сибирской язвы никогда не появятся, потому что цена вопроса – всего лишь один укол, от которого сейчас почему-то ты можешь отказаться. И в этом смысле, чего страшного-то? Мы привыкли прививаться, мы это делали всегда добросовестно. Мы всегда знали, что результат будет исключительно позитивный. Напомним, все желающие пройти вакцинацию могут это сделать в университетской клинике Казанского федерального университета по адресу улица Вишневского, 2А. Для этого нужно предварительно записаться через интернет-портал Госуслуг или позвонить по телефону 233-3200. Илья Андреев, Ленардо Влетьяров, Виолетта Басова, Универ Ньюс. Ну что ж, жил-был бегемот, который ужас до чего, ужас до чего боялся прививок. Смотрите, смотрите, что это с ним? Ну, это действительно какой-то особенный бегемот. Нет, доктор, это самый простой бегемот. Только, по-моему, ему ужасно стыдно, что он так боялся прививок.